Итак, коллеги, еще раз всем доброе утро. Я надеюсь, все, кто смог сегодня, смог подключиться, уже подключились. У нас сегодня очередная рабочая встреча для партнеров, для лидеров регионов. Как всегда, небольшая шпаргалка перед глазами, что делать, как делать. Небольшое напоминание о том, что здесь все находятся на этой площадке, на нашем пространстве, все лидеры. У нас детей нет, поэтому мы не будем постоянно повторять одно и то же и сразу переходим к рабочим моментам. Хочется отметить то, что у нас замечательно прошла эта рабочая неделя в плане организационных вопросов и мероприятий в офлайн. У нас прошла замечательная конференция в Таллине. У нас прошло очень много мероприятий в других городах и странах. Я надеюсь, вы все вчера видели рассылку, которая была. И это только часть того, что те фотографии, которые мы смогли выставить, потому что в рассылку максимум, как мне сказали, можно размещать 4-5 фотографий, не более. Но, коллеги, мы сейчас готовим целую страницу для наших партнеров. И я думаю, мы там сделаем, может быть, отдельную даже страницу с вашими региональными презентациями. Поэтому готовьте фотографии. Сразу хочу сказать, что мне не нужно присылать по 50 фотографий, по 20 фотографий. Одна-две фотографии, которые вы считаете нужным, это то мероприятие или та группа людей, с которой вы проводите свои презентации, мероприятие. То есть та ваша команда, которую вы считаете нужным. И очень хочется посмотреть вас в действии, вот, допустим, как на этих фотографиях, то, что вы проводите, мероприятие, где это проходит. Для того, чтобы люди, которые проживают в ваших городах, странах, могли увидеть вас и понимать, что это реально происходит, прийти к вам и так далее. Вы видели сейчас расписание на следующую неделю. Я хочу напомнить о том, что теперь каждую неделю, помимо расписания онлайн-вебинаров, будет расписание оффлайн-мероприятий, да, то есть мероприятий, которые проходят в ваших городах и странах. Давайте мы сейчас быстро пробежимся по пунктам, которые мы сегодня проговорим, то есть по тем нашим новостям. То есть первое, это мы уже начали с рабочей недели, с расписания региональных презентаций. Значит, я попрошу для вас, то есть задание для следующей нашей встречи, это можно сделать и завтра, послезавтра, то есть до следующей нашей встречи. Пожалуйста, вы высылайте, как я уже сказала, фотографии, если вы уже проводили такие мероприятия, да, если они у вас есть. Если нет, то, естественно, кто-то сейчас планирует только 13-го числа, кто-то 20-го числа и, возможно, еще нет таких фотографий. Это просто, это делается телефоном, мы уже это тоже проговаривали, проговаривали этот момент. Поэтому вы просто мне присылаете дату, вы присылаете город, страна, дата мероприятия, организатор и телефон этого организатора. Сразу хочу сказать, что мне не нужно сбрасывать это в общем чате, вы присылаете мне на e-mail или в личку в скайпе, и тогда уже формируется следующее мероприятие. То есть это мы тоже проговаривали, просто я напоминаю. У нас вы видели следующее расписание, то есть вы видели уже тех активных людей, которые по несколько раз уже не просто начинают, а продолжают эти мероприятия в своих городах. Коллеги, мы не ставим очень жестких рамок, что вы должны именно каждую неделю или каждые две недели делать вот в таком жестком графике. Кто-то, то есть по субботам или воскресеньям или в какие-то дни, вы это делаете так, как вам комфортно. Я знаю, что во многих странах и регионах работа проводится в офисах, у кого-то проводятся мероприятия еженедельно, каждую неделю, но среди недели. Вы сейчас продолжаете делать это так, как вам удобно, комфортно, но учитывайте тот момент, что естественно мы будем смотреть и вы будете смотреть, вы сами видите результаты, насколько эффективно это работает. Мы обязательно, как мы делали уже это на предыдущих наших встречах, приглашаем наших лидеров из других стран, регионов, у которых уже хорошие результаты, которые делятся, как они в своих регионах делают. Естественно, с учетом каких-то персональных, региональных особенностей. Поэтому это все, естественно, нормально, то есть никаких жестких рамок. Следующий момент, следующий вопрос, который интересует всех, и меня в том числе, и всех наших региональных лидеров, это соглашение, это договора, это та информация в конце месяца, которую мы делаем. В прошлый раз мы уже говорили о том, что нам дали сейчас дату 10 число, когда мы можем посмотреть эту выгрузку. То, что касается договоров, соглашений, то именно тем, кто сейчас активно, как мы уже говорили об этом ранее, активно проявляет инициативу, самостоятельно работает, присылает все свои региональные мероприятия, даты, то есть выходит на связь. Всем буквально с сегодняшнего дня я высылаю на e-mail почту соглашение на наше сотрудничество. Значит, вы внимательно ознакомитесь с этим соглашением, вы его распечатываете, вы его подписываете и присылаете на мою почту в лир 4 пятерки. Сейчас я в скайпе еще это продублирую. Но вам на e-mail всем будет с сегодняшнего дня, сегодня или завтра, разосланы информационные письма. Там будут все координаты, весь путь, что вам нужно проделать именно относительно этого соглашения. Еще раз хочу отметить такой момент. Потому что очень много непонимания и вопросов, что это за соглашение, я представитель, представительство и так далее. Мы вчера на рабочей встрече также об этом говорили для наших партнеров, что, коллеги, мы заключаем с вами соглашение на дополнительный бонус, на дополнительную гарантию подтверждения выплаты вам дополнительного бонуса. Сейчас мы тоже об этом поговорим, вы уже видите, у вас перед глазами есть информация. Это соглашение не для того, чтобы вы дальше пошли в какие-то инстанции, не для того, чтобы вы имели дополнительные какие-то права, как наши представители. Это соглашение гарантирует вам дополнительный бонус, как лидеру региона, который делает дополнительную работу. Много слов дополнительные. Поэтому я надеюсь, с этим понятно. Следующий момент. Значит, будет информационное письмо, и те, кто, естественно, активно сейчас приступил к конкретным действиям к работе, такие соглашения высылаются. По мере готовности, по мере своей инициативы, по мере того, как вы организовали в своем городе-регионе такие мероприятия оффлайн, и вы начинаете работать с вами индивидуально, тогда я связываюсь и высылаю персонально вам это соглашение. То есть это не будет рассылаться просто так для всех. Мы не разбрасываемся такими документами, мы примируем тех людей, кто активно начинает работать. С этим, я надеюсь, понятно. Для всех, для вас, кто активно работает в нашем региональном чате, чате лидеров, уже я выставляла неоднократно, и у нас было разослано уже около пяти или шести, я сейчас точно не могу сказать, информационных писем. И там размещается папка с материалами для вашей самостоятельной работы. То есть это как самый основной инструмент. То есть там есть все памятки, все документы. Соглашение там не рассылается. Я высылаю вам на e-mail персонально, с инструкцией, что и как делать. Сразу хочу сказать коллеге о том, что вам не нужно тратить время бегать. Такие вопросы также задавались, нужно ли открывать юридическое лицо, нужно ли открывать какие-то частные предприятия, IP и так далее, и так далее. Нет. Ваши бонусы будут зачисляться, если об этом идет речь, именно об этом и спрашивалось, ваши бонусы будут зачисляться в личный кабинет. И ваша полная ответственность, каким образом вы будете их выводить. Сегодня мы также будем говорить про возможности нашей системы выплат. Я сегодня специально пригласила Иннету Анжину, она об этом скажет. И о той информации, которая важна для всех. Именно по нашим финансовым инвестпроводящим системам, по вводу денег и по выводу денег. То есть по выводу всех наших бонусов. Поэтому, значит, с папками, с материалами все понятно. Уже на сегодняшний момент те материалы, которые есть в этой папке, переводятся на английский язык. Ну, где-то примерно, давайте, плюс-минус недели, 10 дней. Я очень надеюсь, что эти материалы будут раньше. Поэтому с этим все понятно. Очень важным инструментом сейчас для всех активных лидеров регионов, для всех активно работающих людей будет являться специальный чат техподдержки, куда вы сможете задавать вопросы. Я думаю, Иннета тоже, пожалуйста, скажи об этом. То, что касается дополнительных бонусов по условиям вознаграждения. Как мы говорили уже в прошлый раз, я сегодня еще раз подтверждаю, что мы очень ждем выгрузку. Наш IT-отдел подтвердил, что 10 числа это будет готово, плюс-минус 1-2 дня. И после этого будет зачисление в личные кабинеты. Значит, то, что сейчас по вознаграждениям, еще раз мы даем такую схему, что до 25 тысяч долларов у нас оплачивается 2% с общего объема привлеченных инвестиций в том городе, в той стране, либо регионе, в котором вы работаете, с 25 тысяч – это 4,5%. У нас у всех, и у меня в том числе, я также являюсь таким же региональным лидером, и у нас у всех есть прекрасная мотивация делать большее объемы, потому что на сегодняшний момент уже мы получили согласование, что процент повышается до 4,5% с общего объема, и это очень хороший бонус. Можно открывать уже скай-центры, свои офисы, если в этом есть необходимо, и вести уже практически ежедневную работу. Об этом мы будем также говорить на наших следующих встречах. И, естественно, с объема 50 тысяч долларов, это уже хороший объем, это хорошо работающий регион, процент мы будем оговаривать персонально с каждым. Я хотела бы также сказать вам о том, что у нас сейчас открывается очень большой регион, это город Москва, и вы уже знаете, что на сегодняшний момент у нас и Алексей Суходоев, и Сергей Сибиряков выступают на онлайн наших площадках, как наши спикеры, но также они претендуют и будут работать в регионе Москва, и будут нашими региональными представителями. Поэтому, что называется, очень много сейчас вы видели и в чате, и Дальний Восток, и Новосибирск, и Москва, и европейские регионы, и уже я здесь видела Италия, Германия и Франция. То есть очень много таких, можно сказать, стратегически важных территорий уже начинают активно сотрудничать. Коллеги, просыпайтесь, активируйтесь. У нас осталось очень мало времени до внедрения нашего проекта, до сертификации, и вы знаете, что уже в этом месяце очень много будет заключаться договоров и очень много будет происходить событий. Поэтому активируемся, просыпаемся, работаем очень активно. Вот сейчас я уже вижу на площадке, Инета Анжена подключена. Инета, тогда выходи, пожалуйста, на площадку. Очень важные новости я хотела бы, чтобы мы отдельно их осветили. То, что касается по выплатам, по выводу денег, по тем новым системам, которые сейчас у нас будут активированы, и по тем дополнительным бонусным вознаграждениям, которые у нас с 10 числа запускаются уже с завтрашнего дня, то есть так называемый конкурс. Инета, я тебе передаю слово. Да, спасибо. Здравствуйте. Как меня слышно? Переходим. Спасибо. Вижу, слышно, видно, все хорошо. Давайте самый приятный момент, наверное, особенно вот сегодня, как лидеры здесь собрались, и классно, что мы сегодня видим представителей разных стран. И хочу просить также в дальнейшем обратную связь и просьба, чтобы вы сейчас воспользовались новым методом оплаты и дали нам информацию, как оно сработало с ваших стран, чтобы еще этот сервис улучшить. Я сейчас обращаюсь конкретно к Италии, представителей, да, Италии, представителей Германии, представителей Америки. Не заметила сегодня, знаю, что у нас есть представители в Испании. Конечно, тут все наши соседи, эстонские, литовские страны. Попробуем новый метод. Нам очень нужно понять, насколько качественно работает сервис. Мы подключили, открыла вам снимок с личного кабинета, да, и смотрите, последняя отметка, виза, мастер-карт, весь мир. То есть у нас подключена новая дополнительная система оплаты. Самое прекрасное, что здесь пишется, что выполняется сервис, услуга, дается за одну-две минуты. То есть моментальный результат, ведем переговоры с клиентом, клиент созрел, пользуемся его карточкой, он сам пользуется своей карточкой, и проводим моментальный платеж. Поэтому, пожалуйста, все европейские страны и далекая Америка, проверьте, как у вас эта схема сработает. Ознакомьтесь с дополнительными расходами, да. Так, здесь немножко поменялась информация. Был разговор о том, что это будет 6%, сейчас, видите, 15 долларов. То есть следите за тем, сервис тоже постоянно улучшается, обговаривается, и насчет сервисных процентов. Да, все эти услуги достаточно дорогостоящие, и вы должны всегда помнить, что здесь компания ведет себя очень коллегиально по отношению к вам и вашим клиентам, и все затраты на перевод денег делятся практически на половину. То есть половину гасит расходы в компании, половина остается на клиента, который делает платеж. Поэтому расходы, они есть, без них никак, они везде озвучены, при серьезных инвестициях, в больших суммах, скажем, 10 тысяч и больше долларов, делайте расчет, чтобы клиент грамотно сам принимал решение. Хочу быстро, и за это плачу определенные, как говорится, несу затраты за эту услугу, или хочу экономить на обслуживании, и делаю перевод с помощью SWIFT. SWIFT у нас в силе по всем странам, тоже пробуйте, работайте с ним. Он занимает больше времени, но иногда экономит деньги клиента. Поэтому, скажем так, с 10 тысяч и больше, делайте расчет, принимайте решение клиент. Вы, как лидер, должны владеть этой информацией, обучить своих партнеров, и грамотно их проинформировать о том, как складывается этот процент или слуга за перевод, чтобы не было неприятных удивлений клиенту, когда он начинает делать уже перевод денег. Так, значит, это приятная новость. В дальнейшем, ближайшие, я надеюсь, ближайшие дни, не хочу сказать неделю, хочу вам дать надежду на то, что это за ближайшие дни, система AdCash подключится и к системе вывода денег. Это первый, наверное, самый быстрый и легкий путь для вывода средств из кабинета, особенно по европейским странам, и также это касается Америки. И дополнительно, по срокам, не могу сейчас озвучить, глобально, если смотреть, планировать, то март месяц обязательно, февраль, наверное, не успеем, март месяц будет дополнительная банковская система, которая каждому нашему партнеру даст возможность через банковский счет вывести деньги из внутреннего кабинета, то есть свои полученные средства. Этот сервис будет доступен тоже весь мир, то есть и российским, и европейским нашим партнерам. Тут немножко процедура еще занимает время, организационные вопросы, когда это будет более конкретно, будем на это уделять специальное время объяснению этой системе. Сегодня пользуемся тем, что у нас приход денег улучшается и становится более доступным. Это очень важно, потому что мы начинаем конкурс, о чем Ирина сказала, и перед конкурсом еще пару вопросов. Напоминаю, лидеры, это еще раз напоминание вам в кабинетах наших партнеров и наших клиентов. Нам это очень важно. Теперь этот вопрос касается и партнеров, и клиентов. Нам важно отметить страну-город. В тех кабинетах, где это уже отмечено, вы это окошечко не видите. Но людям, которые как-то не в правильный момент или вообще это не сделали, выскакивает окно, которое спрашивает, выбрать страну-город. Пожалуйста, открывайтесь теми людьми кабинетов, кабинеты, которые редко заходят и давно там ничего не смотрели. То есть это дополнительная сейчас задача для вас. Позитивное решение ситуации, проблем, что касается технических вопросов. Лидер берет ответственность на себя частично и помогает справиться со всеми вопросами внутри своей структуры, в своем регионе. Пожалуйста, у нас работает техническая поддержка. Мы знаем, что не всегда она реагирует так быстро, как нам бы хотелось. Поэтому сейчас мы открыли дополнительную возможность. Скайп-адрес, скайп-праве-эксотер, который обслуживает Александр. Просьба не обращаться к Александру за каждой мелочью. Справляйтесь самостоятельно и через техническую поддержку. Но вопросы, которые сложнее, достаточно оригинальные, потому что у нас всякое может случиться и быть. Как, например, говорю, что была недавно ситуация, когда мы отправляем свою реферальную ссылку, и наша реферальная ссылка не дает возможность человеку зарегистрироваться. Ну, неприятная ситуация, надо решать ее не за день, не за два, не за три, надо решать моментально. Набираем скайп, обращаемся к Александру. То есть схема работы. Сперва вы набираете этот скайп, подключаетесь и пишете свою заявку. Если скайп в рабочем порядке, то есть зеленым отмечен, вызывайте, делайте звонок. Если это не рабочее время, то есть скайп не работает круглосуточно, поэтому разным регионам здесь нужно считаться со временем. Это стандартное офисное время по московскому времени, которое этот скайп нас обслуживает, но писать вопросы, ситуации решаемые нужно круглосуточно. Утром человек открывает и их рассматривает, с вами все озывается, и решаемые вопросы удаляются, и человек, который обратился с проблемой, удаляется со скайпа, чтобы там не накопилось слишком много лишней информации. Поэтому самое главное не удивиться, что вы подключились, через время вас отключили. Будет вопрос следующей проблемы, вы снова подключитесь. Про Минск, я думаю, Ирина еще пару слов скажет, но это очень важно. Я напоминаю, как лидер регионов, я также являюсь лидером регионов, хочу сказать, для нас это обязательная поездка. Мы вообще не рассматриваем ехать, не ехать. Мы просто знаем даты, открываем свой календарь, начинаем планировать время, и, как я говорю, уже собираем чемодан. Думаем, кому нужна виза, кому не нужна. Каким образом? По Минску будет отдельная информация, но готовимся. Мы там все должны встретиться и активно еще вместе поработать. Так, и теперь перейдем к конкурсу. Конкурсу, сейчас открою вам материал. Это очень позитивная информация, я очень рада, что я вам могу это объявить. Вы знаете, что мы совместно приняли решение, что февраль – это месяц, когда все просыпаются и начинают активнее работать и думать о своем развитии и каких-то дальнейших планах, в том числе и наши клиенты. Поэтому февраль – мы ставим себе общую задачу, общую цель – сделать достойный объем, 300 тысяч долларов за февраль месяц, все вместе. Поэтому я говорю, каждая сторона, пожалуйста, берите на себя часть ответственности, кто-то ставьте себе планы. Кто только-только начинает, ну ставьте план 10-15 тысяч, 25 тысяч долларов. Было бы очень хорошая цель для того, чтобы перескочить от дохода 2% на доход 4,5%. Но те, которые уже работают какое-то время в своих регионах и знают свои группы, структуры и возможности, у нас, наверное, первый план, в который мы себе ставим задачу – это 50 тысяч долларов объема за месяц. Очень хочу вас приглашать на планируемую работу. Ставьте себе задачи, распределяйте между лидером регионов, между городами и хоть между партнерами. То есть посчитайте, сколько вы активная группа, какой объем каждый может принести. Удивительно было, когда мы делали рабочую встречу, и один из партнеров моей команды стал действительно делать первый раз себе этот подсчет, и вдруг сама удивлена, говорит, а у меня уже набирается полторы тысячи только в моей маленькой структуре. И знаете, это такое удивление. И у кого-то, наверное, набираются 15 тысяч, у кого-то 20 тысяч. То есть структуры у нас разные, но самое главное, что мы встречаемся с этой информацией, мы просто не даем себе отчет, мы не следим за этим. И если не следим, значит, плаваем, но как идем по потоку. Если мы ставим цель, ставим план, то мы к этому плану двигаемся. План нам поможет сделать конкурс. С 10 февраля, как я говорю, занимайте низкий старт, потому что я всегда напоминаю, что у нас трасса спринта, вот и начинается наше соревнование. Давайте, кто первый победителем, будут все, я вам это обещаю. Но кто первый, кто выше, дальше, быстрее, это мы увидим. 10 февраль нам дает дополнительную возможность. Мы начинаем развивать свои личные продажи. Если мы сделаем в течение месяца до конца февраля 5 личных продаж, то дополнительно к нашим 15% добавится 1% бонусов. То есть в итоге за 5 продаж любых, неважно, какая программа, какой объем, какой клиент, мы не смотрим по именам, мы не смотрим по объемам денег, мы смотрим по продажам. 5 личных продаж. Это 16% бонуса. Те, которые это уже умеют делать и делают постоянно, можете подтянуться и сделать 10 продаж. Сделав эти условы, вы получите дополнительно 2% к своим бонусам. То есть вместо 15% конкурс вам предлагает 17% за личные продажи, личные сделанные, да, продажи с объемом. И третья ступень – это 20 продаж до конца этого месяца. Вместо 15% вы получаете подарок 3%, то есть в целом 18% за личные продажи. Как вам нравится это предложение? Есть ли у вас дополнительная мотивация? Что скажете? Я думаю, есть желание постараться, правда? И быстренько пересчитать, сколько продаж мы уже умели сделать вчера, позавчера, предыдущие месяца и посмотреть, сколько нам не хватает до следующей, ну, какой-то грани, которую мы сами себе ставим. Кому только в начинающем 5, кому 10, кому 20. Давайте все подтянемся на 20 личных продаж. Это будет классно. Ну, здесь же собрались лидеры, и лидеры обычно – это люди, которые работают с командой. Поэтому нам всю эту задачу нужно перенести в свои команды, нам нужно мотивировать наших партнеров, и наши активные партнеры у нас находятся на первом, втором, третьем, четвертом, пятом уровнях чаще всего. И тут мы тоже вам даем дополнительный конкурс и дополнительную возможность, которая начинается с позиций лидер, мастер, эксперт. Почему с этих позиций? Потому что, в принципе, лидеры регионов, городов и, да, своих регионов у нас должны уже стартовать с позиций лидера. Подтягиваемся. Сделаем себе опять схему, расчеты. Посмотрите, сколько вам продаж, сколько регистраций и какой развития структуры не хватает для того, чтобы вы подтвердили свой лидерский статус как минимум. Я знаю, что у нас в лидерской группе очень много начинающих людей. У вас февраль-март, да, февраль-март – это время, когда вы можете подтвердить свой статус. Пожалуйста, сделайте себе план. Достигайте статус лидера, статус мастера. Что это вам позволяет? Это позволяет на третьем и пятом уровне получить дополнительный 1% доходов. То есть третий уровень был 3%. Добавляем один, то есть третий уровень сейчас оплачивается с 4%. Пятый уровень, получив один дополнительный процент, даст вам 2% доходов. Это дополнительная мотивация лидерам регионов и лидерам своих групп для того, чтобы на основе конкурса обучать, поддерживать и развивать своих партнеров и дать им тоже дополнительный такой импульс, чтобы они, участвуя в конкурсе, улучшали свои доходы, свой объем. Этим они улучшают ваш объем, ваш статус, ваши доходы. Но в целом самое главное, мы стремимся к цели, мы достигаем 300 тысяч объемов в этом месяце и мы гордимся, что мы серьезно уже поддерживаем, как наша команда серьезно поддерживает развитие Эква Технопарка. В нем сейчас очень много новостей в ближайшее время, поэтому Технопарку наша поддержка очень нужна. Смотрите, что нам дает такие конкурсные условия. Один самый простой пример, ситуации здесь могут быть очень разные, рассмотрим быстренько пример. 20 продаж условно по 250 долларов у нас 2 продажи, за 100 долларов у нас 7 продаж, которые составляют объем 700 долларов, по 50 долларов 9 продаж и за 25 долларов 2 продажи. В целом мы получили 20 продаж с объемом 1700 долларов. Пример очень средний, то есть это невысокая планка и это не самая низкая. Очень средний пример, который полностью можем реализовать. Такой объем на первом уровне по стандарту нам дает 15% доходов, что составляет 255 долларов. Дополнительные 3% добавят нам 51 доллар. Неплохо, правда? И в целом бонус наш 306 долларов. Кроме 306 долларов, которые мы получаем деньгами, мы получаем, я вам напоминаю и всегда акцентирую, мы получаем 306 долларов на акционном бонусе. Это уникальная возможность. Нет другой компании, которая дает вам такие возможности. Идите с этим предложением к лидерам других сетевых компаний. Наконец-то открывайте им глаза, где классно можно создавать свое будущее. Потому что все люди, которые работают по сети и ходят по разным компаниям, имеют примеры и опыты, и свою историю в разных-разных компаниях, всегда приходили с одной главной целью. Поработать какое-то определенное время в системе для того, чтобы создать свой пассивный, постоянный доход. Мы всегда к этому стремились. И по разным причинам не всегда у нас это получалось. Вот здесь этот акционный бонус создает настолько уникальные возможности, что я не знаю другую компанию, где это можно найти. Вот самый простой пример на этих 306 долларов, которые совершенно небольшие деньги и реально доступны каждому лидеру в своей команде, дает вам дополнительно по сегодняшнему дисконту. Вот рядышком у нас таблица. Посмотрим, да? У нас есть критерий 200 долларов и 350 долларов. Там меняется дискаунт. То есть в этом примере мы не достигли 350 долларов, поэтому идем по дискаунту 200 долларов, дискаунт 102. 306 долларов, если мы вкладываем по этому дискаунту, мы выкупаем пакет акций себе лично на 31 212 акций, что мы переводим в долларах, это 31 212 акций. Смотрите дальше. Если мы создали себе такую рабочую систему, и мы каждый месяц, имея такой доход, имеем дополнительно акционный бонус, то умножаем на 10 месяцев, и это нам вместо 31 тысячи дает уже 312 тысяч акций, а это 312 тысяч долларов, еще больше. Это самый-самый маленький расчет, потому что мы можем идти совершенно по другому пути и не растрачивать свой акционный бонус каждый месяц, а вести накопление. Я здесь не вставила цифру, но сейчас вам вот озвучу. Смотрите, за 3 месяца, условно, за 3 месяца мы свой акционный бонус можем спокойно накопить на сумму 1000 долларов. Если смотреть по таблице, 1000 долларов, по дискаунту 200, нам 200 тысяч акций. Это дополнительный доход. Иногда мы можем ее называть 13-я зарплата, но она у нас не 13-я, у нас 12 таких зарплат в целом. То есть мы каждый месяц получаем дополнительную премию, премию, которая в денежном расчете уникальна, а в будущем вообще нам принесет такие изменения в нашей жизни, такие возможности, такие доходы. То есть вот именно этой частью своих доходов и грамотного распределения их мы и создаем тот портфель, с которым мы будем в дальнейшем совместно участвовать, как я говорю, в марафоне. Потому что марафон – это построение адресных проектов. Летом этого года, я думаю, мы очень активно сможем участвовать уже в этих проектах. Поэтому, дорогие друзья, считайте, думайте, подтягивайтесь. Очень мало времени осталось. Делайте все для того, чтобы этих 306 долларов увеличить каждый месяц, накопить, выкупать самые классные портфели. Вот вам одна из целей. Накапливаем 5000 акционного бонуса и делаем классную покупку. Полтора миллиона акций. Маленькая премия за то, что сегодня, как говорится, в такой интересный период жизни мы поддержали проект Skyway. Мы были все вместе, мы участвуем, мы делаем. И нам такой прекрасный бонус. Небольшая совсем премия, да? То есть нельзя жаловаться. Нужно только идти и работать. Низкий старт, активное начало. И за февраль делаем себе уникальные результаты. Я вас приглашаю. Стартуем. Стартуем прямо сейчас. Удачи вам всем. Я вам обещал, что все выигрывают, все победители. А самых лучших, наверное, мы все-таки каким-то образом еще и будем пощерять. Поэтому, друзья, некогда нам сидеть на планерках. Пора уже работать. Ирина, тебе еще слово. И давайте за конкурс беремся. У тебя, вот я вижу здесь вопрос. За отчет, в отчет за проделанную работу входит только деньги, внесенные живьем, основной счет или деньги с бонусного счета. Уточните, пожалуйста, в объем за проделанную работу, за лидерскую работу, за регионы или это за месяц. Уточните конкретно вопрос, что вы спрашиваете. Я не совсем понимаю. В отчет за проделанную работу. Значит, то, что касается лидеров региона, я сразу отвечу, что это только живые деньги, которые будут поступать вам в личный кабинет. Я могу, да? Я отвечаю за конкурс. То есть конкурс сегодня с 10 февраля запускается. И конкурс до конца месяца. Мы весь расчет ведем по месяцу. В конкурсе участвуют все продажи с основного и бонусного счета. Это не касается продаж за акционного счета. Но бонусный счет входит в том числе. То есть все продажи, которые делаются. И я могу вас обрадовать. Конкурс мы объявляем с 10 февраля. Но работа, которая была сделана до 10 февраля, будет включена. Это тоже очень классная, я думаю, информация. То есть все, что мы делали, это уже не зря. Поэтому посчитайте, что вы успели сделать до сегодняшнего дня. И ставим сразу себе цель. 10 или 20 программ, куда мы еще успеем до конца месяца прибыть. Это благодарю. Значит, тоже здесь были вопросы относительно региональных отчетов по региональным представителям. Значит, я надеюсь, понятно, что бонус вознаграждения будет приходить в личный кабинет в виде денег. Следующий момент, следующий вопрос, который также неоднократно задавался по распределению этих сумм между лидерским советом. Коллеги, сейчас мы тоже не ставим жестких рамок. Вы сами самостоятельно знаете, как работает ваша группа. У нас есть только рекомендации. Естественно, всю ответственность несет на себе региональный представитель, не представитель, а региональный лидер. Человек, который организует ответственность за мероприятие, организатор на этой территории. Поэтому рекомендация, что вы самостоятельно делаете расчет таким образом, что часть денег, естественно, вы оставляете на аренду тех мероприятий, которые вы проводите, помещений. 30% где-то оставляет себе региональный представитель от этого объема и остальное распределяется между командой. Поэтому вы самостоятельно это решаете. Вы смотрите, как команда у вас развивается, насколько инициативно у вас работают люди. Поэтому вы примерно по такой схеме работаете. Интерес у всех один. То есть никто не старается тащить на себя одеяло, а старается распределять финансы между командой, для того, чтобы объемы постоянно увеличивались. Следующий вопрос. Март такой же конкурс или только февраль? На сегодняшний момент мы говорим, что это февраль, а в марте будет следующее объявление, возможно, другой конкурс или продление. Я сейчас предлагаю нам уже переместиться к следующему вопросу, к подготовке поездки в Минск. И я не случайно сейчас делаю на этом акцент, потому что действительно нужно готовиться заранее. Такого рода мероприятия готовятся заранее. Уже сейчас, пожалуйста, объявляйте своим командам, своим лидерам, также в группах, в своей структуре о том, что вы готовите такую поездку. Кому-то в каких-то странах нужно делать заранее визу, выкупать билеты. Даты вы уже знаете, это 23-24 апреля. Даты вы уже знаете, это 23-24 апреля. Меня слышно? Ирину отключили. Меня слышно? Да, слышно. Hello. Команда, подтвердите. Да, спасибо. Я продолжу про Минск, пока Ирина подключится. Очевидно, с интернетом проблемы. То есть Минск 23-24 апреля. Готовьтесь. Какие предложения? Мы, скажем, с балтийских стран рассматриваем, так как нам визы нужны и границы, и есть определенные задачи, которых нужно решить. Мы это рассматриваем как организованную поездку. Мы собираемся вместе. Сейчас мы назначили организаторов мероприятий, которые сейчас смотрят транспорт, стоимости. Будет обратная связь с Минска. Нам будут предложены гостиницы, которые дают определенные списки. Поэтому я вам предлагаю готовиться к групповой поездке. И на это спасибо меня выбирала. На Прибалтику. Продолжи, пожалуйста, у меня что-то со связью. Да, я просто... Хорошо. И поэтому смотрите регионы. Вот те же европейские города. Вас там наверняка тоже не так много людей, чтобы самостоятельным автобусом. Может быть, стоит куда-то подключиться. Можно долететь, да, условно, там Таллин, Рига, Вильнюс. Подключиться к большому автобусу. Давайте организоваться. Российские города и регионы тоже между собой. Найдите организаторов и самостоятельно организуйте это как экскурсионную поездку. Для многих это будет легче, удобнее. И всем это приятнее. И будем встречаться уже группами, приезжать в Минск. То есть лидеры это обязательно. Готовим сейчас свою команду. Что у нас в плане? У нас очень много таких важных моментов. Конечно, это обязательно поездка в Экотехнопарк. Это весна. Даты подключены к тому времени, когда самое лучшее время посадки деревьев и озеленения территорий. Поэтому наверняка на следующей неделе, то есть в ближайшее время, у нас будут конкретные предложения на покупку своих личных деревьев. Те, которые не готовы покупать свои личные деревья, просто едем на мероприятие. Нам всем весело там ходить и с лопатой, и с лейкой. Поэтому кто-то сажает, кто-то держит, и кто-то фотографирует. И всем весело, всем хорошо. Исторически, понимаете, можно гордиться тем, что вы участвовали в тот момент, когда сажались деревья. Мы готовились к посадке в Вишен, но, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, там будут и редкие сорта деревьев, поэтому породы, да, наверное, или как по-русски правильно сказать. Но сад будет интересным и разнообразным, поэтому предложения будут разные. Будем знакомиться и смотреть, кто чего желает для себя приобрести и участвовать. Поэтому это день на Экотехнопарке. Весной, как вы видите, сейчас по последним отчетам, очень много грязи, снег ушел, минусы ушли, очень много грязи, но, может быть, минусы еще и будут. Но к весне будут резкие уже изменения. То есть намного больше сделана стройка, и просто это будет уникально, интересно быть на Экотехнопарке и присутствовать на всех этих событиях. Дополнительно, конечно, у нас будем в гостях у Юницкого в конструкторском бюро, будем участвовать на конференции, на конференции с выступлением самого Юницкого. И также, конечно, конференции по нашим темам, вопросам, то есть и стратегии, и следующие планы, и какие-то отчеты по сделанному. То есть вся, вся актуальная информация, плюс новости на тот момент, поймите, это пару месяцев времени. Сейчас очень серьезный этап для компаний, ведутся очень серьезные переговоры, готовятся очень серьезные документы и заключения определенных контрактов. Они все будут озвучены в ближайшее время, конец февраля может нас поразить с новыми данными. В март со следующими новостями и в апреле, я думаю, нам будет очень много интересного, что узнать и уже констатировать как факт, что происходит. Что происходит, что будет происходить очень скоро. Ну, конечно, нам нужно и погулять по Минску, обязательно сорганизуем экскурсию, обязательно вечер знакомства и отдыха, поэтому чай, кофе потанцуем, как мы без этого. Все хорошо, нам просто нужно готовиться и понять, что с одного такого мероприятия на следующий мы просто летаем. Ирина? И на это благодарю, я надеюсь, что-то было со связью такое, что сейчас все в порядке. Коллеги, пожалуйста, если есть еще пару вопросов, мы быстро отвечаем и будем завершать нашу встречу, нашу рабочую. Пожалуйста, напишите прямо в чате. Я хотела бы напомнить о том, что на этой неделе я жду от каждого из вас, от регионального представителя, от регионального лидера, дату. Вашего мероприятия в вашем регионе, в вашем городе, для того, чтобы в следующий понедельник вы попали в общее расписание и уже на вас могли фокусироваться и выходить, вам звонить люди в ваших городах, в ваших странах. Я надеюсь, понятно, соответственно, договора высылаются по мере вашей активности, ваше соглашение, соответственно, поступление также бонусов. После 10-го мы ждем эту распечатку и те, кто уже активно сотрудничает, увидят зачисление в личном кабинете. На следующей нашей встрече, я надеюсь, у нас будет более расширенная информация уже по городам и странам, по сделанным объемам и мы можем эту информацию уже озвучить. Сейчас вопросы. Продолжение следует... Поэтому, пожалуйста, самостоятельно примите для себя решение, поэтому именно по этой причине мы заранее озвучиваем все даты. Я сразу говорю, что у нас конец июля уже, следующее мероприятие на Кипре и так далее, и так далее. Сейчас мы все фокусируемся на нашу поездку в Минск, потому что она будет очень знаковая и там будет очень много информации. И поверьте, когда вы съездите туда сами, когда вы привезете туда своих людей, своих партнеров, вы будете полностью сонастроены с той ситуацией, которая будет происходить там, вы будете полностью информированы, у вас пропадут любого рода сомнения и будет дополнительная, очень мощная мотивация и импульс продолжать сотрудничать и двигаться дальше. Так, дайте запись, пожалуйста. Коллеги, мы запись не делаем. Очень важно личное присутствие. Если что-то мы пропустили, мы обязательно будем дополнять. И также я высылаю все в информационных письмах, если есть какая-то очень важная информация. Очень важно ваша личная включенность и ваше личное присутствие. Я надеюсь, это понятно. Итак, мы тогда будем завершать нашу встречу. И всем хорошей, удачной недели. Инета, благодарю тебя также за дополнение. И я жду вашей информации для того, чтобы разместить следующий понедельник. Пожалуйста, до воскресенья пришлите мне все на e-mail. Сейчас в чате я пишу свой комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!